Самая высокая гора в мире притягивает не только профессиональных альпинистов, но и обычных туристов, которые не всегда хорошо подготовлены к восхождению. Весной 2019 года там погибли 12 человек. Некоторые достопримечательности выглядят безобидно, а на самом деле представляют смертельную опасность. 5 опасных мест, которые манят туристов. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. 1. Голубая дыра в Египте. Голубая дыра – это подводная 130-метровая пещера на Красном море. Ее обожают дайверы и фридайверы. На глубине пещеры находится проход, арка, через которую можно проплыть. Одной из причин смерти дайвера может стать азотный наркоз. На глубине азот действует на организм как наркотик. Человек испытывает странную эйфорию и не до конца осознает, что делает. Функции его мозга замедляются и человек даже может потерять сознание. Местные дайверы советуют перед погружением пройти курс обучения с наставником, даже опытным аквалангистом. В 2000 году здесь скончался инструктор по дайвингу Юрий Липский. В 2017 году при погружении погиб ирландский тренер по фридайвингу Стивен Кинан. Он сопровождал итальянскую спортсменку. На скале возле голубой дыры создан стихийный мемориал с табличками в память о погибших дайверах. Точную статистику жертв не ведут. Местные дайверы полагают, что при погружении скончались около 200 человек. Второе – это колодец Якова в США. Колодец Якова – артезианский источник в Техасе, глубиной около 40 метров, формой напоминающий колодец. Сама по себе достопримечательность не опасна. Возле колодца можно плавать и делать красивые селфи, но погружаться очень рискованно. В прошлом некоторые дайвери поплатились за это жизнью. Теперь нырять пещерой разрешено только профессионалам-исследователям, но, к сожалению, это не останавливает экстремалов. В 2015 году 20-летний путешественник из Сан-Антонио рассказал, как едва не погиб во время погружения. Опасные туры в Колумбию. Несмотря на то, что в последние годы в стране удалось добиться значительного прогресса в борьбе с различными незаконными вооруженными формированиями и снижение уровня преступности, путешествие в Колумбию по районам, далеким от туристических центров, может быть очень опасным. Там есть наркокартели. Когда-то именно Колумбия была главным поставщиком кокаина в США и одним из лидеров по производству этого наркотика в мире. Сегодня она уступила это первое место Мексике, но тем не менее наркокартели в Колумбии все еще являются серьезной силой. В некоторых регионах страны и городах, особенно маленьких, именно такие преступные группировки представляют собой настоящую власть. И вы легко можете пострадать от их действий, оказавшись ни в том месте, ни в то время. Также высокий уровень преступности. Проблема кроется в слабой экономике Колумбии и в высоком уровне безработицы. Люди же, лишенные дохода, часто зарабатывают его преступностью. Но в последние 10 лет в стране удалось добиться серьезного прогресса, Поэтому тура в Колумбии это отличный выбор для тех, кто хочет немного риска, но не хочет действительно пострадать. С учетом прекрасной природы и интересной местной культуры, если Колумбии удастся преодолеть некоторые проблемы, то она вполне может стать притягательной для туристов со всего мира. Волшебный автобус на Аляске в США. Несколько лет туристы шли через Аляску, чтобы сфотографироваться на фоне старого ржавого автобуса. Эта традиция кажется странной, если не знать предыстории. Паломничество к автобусу началось после выхода фильма «В диких условиях», который основан на одноименной книге. Произведение рассказывает реальную историю Кристофера Маккентлеса, успешного молодого человека из богатой семьи, который решил отказаться от всего, что у него было, и отправиться в путешествие, чтобы жить в диких условиях. Он попал на Аляску, там обнаружил заброшенный автобус и поселился в нем. На Аляске Кристофер охотился, искал съедобные растения и вел дневник. Чем же закончилась история? Путешественник прожил в автобусе несколько месяцев. Когда он решил вернуться в цивилизацию, то выяснил, что течение реки усилилось и она стала непроходимой. Если бы у Кристофера была карта, он бы узнал, где можно перейти реку. Путешественник был плохо подготовлен к выживанию в дикой природе, а снаряжения и запасов у него практически не было. В итоге он скончался от истощения в старом автобусе. В 1996 году вышла книга о Кристофере, а в 2007 году фильм. Некоторые туристы вдохновились историей и философией путешественника и рисковали жизнью, чтобы добраться до культового автобуса. С 2009 года властям пришлось организовать 15 спасательных операций, чтобы спасти горе-последователи. Иногда истории заканчивались трагически. Чтобы остановить безрассудное паломничество, в июне 2020 года автобус все-таки перевезли на другое место, которое не разглашают. Теперь его планируют поместить в музей. Пляжи в Ресифе, Бразилии. В бразильском городе Ресифе красивые пляжи, но на побережье установлены предостерегающие объявления. Посетители просят не заходить в открытое море из-за акул. С 1992 года на пляжах Ресифе акулы нападали на людей 60 раз. В 2013 году, несмотря на оказанную помощь, от укусов хищника скончалась 18-летняя девушка. В 2018 году на одном из пляжей акула оторвала ногу туристу. Риск атаки хищников повышается, когда вода становится мутной из-за дождя, тогда акулов вслепую бросаются на все, что движется. Поэтому прежде чем отправляться в опасные путешествия, очень хорошо подумайте.